оптические приборы это устройство в которых электромагнитное излучение преобразуется для нормального восприятия его человеческим глазом лупа двояко выпуклая короткофокусные линза или система линз вставленные в оправу позволяющие получить увеличенное изображение мелких предметов принцип действия лупы основан на использовании свойства собирающие линзы создавать мнимое прямое увеличенное изображение предметы располагают между фокусом и линзой так чтобы изображение находилось на расстоянии наилучшего зрения то есть на расстоянии 25 сантиметров обычно используют линзы с фокусным расстоянием от 1 до 10 сантиметров увеличение лупы равно расстоянию наилучшего зрения деленному на фокусное расстояние расстояние от предмета до линзы приблизительно равно фокусному расстоянию наряду с увеличением размеров предмета лупа дает угловое увеличение что позволяет лучше рассмотреть предмет лупы используются в медицине косметологии биологии криминалистики археологии банковском и ювелирном деле и так далее лупа незаменима для людей работающих с микросхемами и мелкими деталями оптические системы как правило состоят из набора линз или набор линз и зеркал в которых последовательно получаются изображение предмета изображение полученные в первой линзе является предметом для второй линзы изображение полученные во второй линзе является предметом для третьей и так далее эта последовательность получения изображения лежит в основе создания микроскопа и телескопа микроскоп увеличительный прибор для рассматривания предметов неразличимых простым глазом основными частями микроскопа являются два оптических узла окуляр и объектив в микроскопе имеется штатив корпус предметный столик для крепления и перемещения препарата винты для грубой и точной настройки резкости насадки для крепления объективов и тубус для установки окуляров зеркало в микроскопе необходимо для направления на препарат светового луча который затем попадает в объектив и через окуляр показывает наблюдателю детализированную картину микропрепарата окуляр элемент оптической системы обращенный к глазу наблюдателя объектив это оптическая система являющаяся частью оптического прибора обращенная к объекту наблюдения или съемки и формирующий его действительное или мнимое изображение рассмотрим как получается изображение предмета в микроскопе образец располагается перед фокусом объектива полученное изображение увеличена и находится между фокусом и оптическим центром окуляра во второй линзе получается мнимое сильно увеличенное изображение которое и видит глаз полное увеличение микроскопа равно произведению увеличений объектива и окуляра для нормального глаза при удалении от объекта на расстояние наилучшего видения максимальное разрешение составляет примерно 8 миллиметра микроскоп дает возможность различать структуры с расстоянием между элементами до двух десятых микрометра оптические приборы предназначены для рассматривания удаленных предметов к которым мы не можем приблизиться называются зрительными трубами зрительные трубы разделяют на подзорные трубы бинокли телескопы телескоп астрономический инструмент для наблюдения удаленных объектов путем сбора электромагнитного излучения телескопы для наблюдений в световых лучах называют оптическими а для приема радиоволн радиотелескопами по своей оптической схеме телескопы делятся на линзовые рефракторы зеркальные рефлекторы и зеркально-линзовые телескоп состоит из двух линз обращенные к предмету собирающие линзы с большим фокусным расстоянием объектив и линзы с малым фокусным расстоянием окуляр обращенный к наблюдателю объектив зрительной трубы должен быть собирающей линзой окуляр может быть как собирающий так и рассеивающий линзой основными параметрами телескопа являются следующие светосилу телескопа определяют диаметр объектива и его фокусное расстояние увеличение телескопа равно отношению фокусных расстояний объектива и окуляра. В больших телескопах в качестве объективов применяют не линзы, а сферические зеркала. Такие телескопы называют рефлекторами. Помимо наземных обсерваторий появились орбитальные обсерватории, которые значительно увеличивают возможности по работе в недоступном прежде угловом разрешении. Первым космическим телескопом является телескоп имени Эдвина Хаббла, созданный в США и запущенный в 1990 году. Благодаря отсутствию влияния атмосферы, разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем у аналогичных наземных телескопов. Визуально-оптическое наблюдение, проводимое человеческим глазом, не позволяет регистрировать изображение для последующего изучения или документирования результатов наблюдения. Для этих целей используют фотоаппараты и кинопроекционные аппараты. Составными частями всех фотоаппаратов являются свето-непроницаемый корпус с закрепленным на его передней стенке объективом, затвор для регулирования воздействия света на светочувствительный материал, пленку или в современных цифровых фотокамерах светочувствительную матрицу, диафрагма, которая регулирует поток света, проникающий в камеру, устройство для размещения или фиксации светочувствительного материала, пленки, расположенного у задней стенки корпуса. Принцип работы фотоаппарата основан на использовании свойства собирающей линзы давать действительное, обратное, уменьшенное изображение. Зарождение кинематографа связано с появлением кинопроекционных аппаратов, предназначенных для воспроизведения движущегося изображения и звука, записанных на кинопленке. Проектор — прибор, предназначенный для создания действительного изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране. Большое значение имеют оптические измерительные приборы. Примерами таких приборов являются геодезические инструменты теодолит и нивелир, приборы навигации секстант и т.д. Продолжение следует...